МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большегрузом и автобусом путь закрыт. Из-за дефекта плиты перекрытия на мосту через Зею ограничили движение. Спорят до первого штрафа. Полицейские ищут и находят благовещенцев, нарушителей масочного режима. Стрельба по ножовщине и драка. За два дня в областном центре произошло несколько громких ЧП. Трехъярусные легкие. Городские активисты озеленяют улицу Политехническую. Обо всем более подробно расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. В Благовещенске по мосту через Зею запретили двигаться большегрузом и пассажирским автобусом весом больше 3,5 тонн. Временное ограничение и локальный режим ЧС здесь ввели из-за дефекта плиты перекрытия. Весь грузовой транспорт тяжеловесный оповещен через радио, через волну дальнобойщиков. Они заранее уже оповещаются. Кроме этого, созданы площадки в районе Владимировки и в районе Новоторийского шоссе, на которых будет груз перегружаться на более легкие, если того потребует ситуация. То же самое будет происходить с общественным транспортом. Часть будет уходить через свободный, часть будем сейчас рассматривать возможность пересадки на более легкие автобусы. В ближайшее время на мосту установят реверсивный светофор. Пока движение регулируют госавтоинспекторы. Они пропускают авто по очереди в обе стороны. Станут регулировать и нагрузку на просевшую плиту перекрытия, чтобы одновременно на ней не находилось две и более машин. Для этого будет учтен скоростной режим и дистанция между транспортом. Она должна составлять 15 метров. Проектное решение по ремонту плиты власти получат в ближайшие дни. Устранить дефект планируют к 16 мая. До этого времени будут действовать введенные ограничения. В схему движения уже в центре города с утра вторника изменят 13 автобусных маршрутов. Из ремонта улицы Калинина общественный транспорт станет ходить по Богдану Хмельницкого. Там подрядчик уже установил 10 временных автобусных остановок. Теперь при движении из микрорайона автобусы станут поворачивать с Калинина на Тенистую. Оттуда на Шевченко, Пролетарскую, Богдана Хмельницкого, Красноармейскую и далее по привычному маршруту. В 44-й до перекрытия перекрестка Калинина-Октябрьская будет двигаться по Мухино до Октябрьской. По ней до Калинина и далее по привычной схеме. После закрытия перекрестка автобус поедет по схеме остальных маршрутов. Продолжаем. В Министерстве здравоохранения Амурской области новый руководитель. Исполняющим обязанности министра с 27 апреля назначена Светлана Леонтьева. В начале своей трудовой деятельности Светлана Николаевна работала в Сковородинской районной больнице. Затем стала заместителем главного врача АОКБ. А позже возглавила Амурский областной онкологический диспансер. На пост первого заместителя министра здравоохранения региона заступила всего месяц назад. Прежний министр Евгения Жарновникова покинула свой пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства Амурской области. В течение ближайших дней станет известно, какую ответственность административную или уголовную понесет благовещенец, который пытался накануне бежать из инфекционной больницы. Его поместили туда после того, как тест показал положительную реакцию на коронавирус. Далеко уйти пациенту не удалось. Медики вызвали полицейских, а те кинолога с собакой. Сбежавшего нашли и быстро вернули в палату. В областном Минздраве произошедшее назвали вопиющим случаем. К слову, уже вторым за последний месяц. Тогда в больнице даже пришлось выставлять пост охраны. Сегодня в Преамуре коронавирус выявлен у 40 человек. За последние три дня госпитализировано 12 жителей области. Что нам всем нужно сделать для того, чтобы из контролируемой фазы не перейти в другую, как в ряде регионов, к сожалению, наблюдается? Жестко, очень жестко соблюдать те рекомендации, о которых мы говорим. Изоляция, многолюдные места, маска, дезинфекция, выполнение всех рекомендаций. Жесткое и очень требовательное отношение к себе, к своим близким, к родным, к сослуживцам. Вот это все необходимо делать. Спрятаться и даже убежать от полицейских теперь пытаются и благовещенцы без средств индивидуальной защиты. С пятницы правоохранители начали ходить в рейды по торговым центрам и автобусам. С тем, кого поймают без маски, проводят беседы. За систематическое нарушение правил могут оштрафовать. О суммах и отношении горожан к строгим мерам расскажет наш корреспондент. Сесть в четверку без маски и остаться незамеченным. Блестящий план благовещенца, который позже представился Игорем Васечкиным, провалился. Пассажира без средств индивидуальной защиты попросили покинуть салон. Ругаться не стал. Об обязательном режиме, говорит, попросту не знал. Прямо сейчас, как только в автобус зашел. А почему не надели сразу маску? Ну, потому что не мог найти еще. Спрятал в карманах. Ну, а почему сами вот себя не защищаете без этих правил? Не знаю. Вот так халатно к здоровью своему и окружающих относятся даже мамы с детьми. Ответ на вопрос, почему носите маски в карманах, а не на лице, у всех примерно один. А я не боюсь коронавируса, все это фигня. Свои слова горожанка подтвердила делом. Отойдя от полицейских на 100 метров, демонстративно сорвала маску с себя и ребенка. Перед посадкой в автобус все же ее надела. Но как только захлопнулись двери, вновь убрала в рюкзак. Если попадется еще раз, говорят полицейские, заплатить штраф за систематическое нарушение эпиднорм. От тысячи до тридцати тысяч рублей. Такое же наказание ждет и решивших прогуляться без средств защиты по магазинам. Впрочем, здесь ни одного нарушителя правоохранители не увидели. Как выяснилось, их не пускают. Очень так бывает, что неадекватно относятся, конечно, к нам покупатели. Нету, а дайте, ну мы, пожалуйста, у нас там лежит пять масок, да, для таких особо буйных. Одевают, уходят, то есть они вроде как и не покупатели. Заработать штрафы могут не только покупатели, но и сами предприниматели, которые не соблюдают установленные правила. За неделю правоохранители проверили больше трехсот торговых и бизнес-объектов. В отношении ряда индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций собраны административные материалы, которые переданы в городской суд для рассмотрения и принятия законного решения. По решению суда ИП могут заплатить до 50 тысяч рублей, юрлица до 300 тысяч. Такие жесткие наказания и постоянные рейды продолжатся до улучшения эпид-обстановки в регионе. Кристина Слепцова, Денис Слугов, программа «Город». И к темам криминальным. С 42 друзей в общежитии на улице Краснофлоской закончилась госпитализация одного из мужчин. Товарищ нанес ему ножевое ранение. Полицейские преступника задержали. А вот мужчину, стрелявшего в одном из крупных супермаркетов, пока задержать не удалось. 26 апреля он зашел в магазин и сразу же направил оружие на охранника. Ранил его в плечо, с места преступления скрылся. Полицейским предстоит не только найти его, но и выяснить причины произошедшего. Проверку они сейчас проводят и по факту появления в соцсетях видеодраки на улице Строителей. На кадрах видно, что-то не поделили трое мужчин. Впрочем, пока по поводу инцидентов в полицию никто не обращался. Новую трехъярусную аллею заложили в Благовещенске. За несколько часов на пересечении улиц Политехнической и Северной выросло почти 40 деревьев. Создать еще одну зеленую зону в городе волонтерам предложила местная жительница Альбина Попова. Поддержать ее собрались шесть человек. Мастерством посадки деревьев они поделились с нашей съемочной группой. Правильно, выкопать дерево – целая наука. Сначала нужно окопать участок вокруг, чтобы не подрубить корни, расшевелить землю и только после вынимать. Относиться к саженцам советуют как к малышам. Место, где взрослое дерево пустило потомство, благовещенец Александр Синатрусов называет детским садом. Разделить его дело физически затратное, но жителю многоэтажки в радость признается мужчина. Думаю, что вода приходит, тепло приходит. На балкон вышел, постоял и опять зашел. А здесь простор, творчество и так далее. Выкапывается, видишь. Ну, все равно что-то после себя остается. Конечно, ты потом идешь по городу и видно, что город будет устраиваться. В общем, у нас город зеленый, многие приезжают. Впечатление. Потому что от нас зависит, от жителей. Место посадки активистки вымеряют с помощью рулетки до сантиметра. План разбить на пересечении Северное политехническое трехъярусную аллею. Из разноуровневых культур. Первый ярус – маньчжурский орех, второй – бересклет и третий – невысокий кустарник-ребинолисник. Все саженцы на своем участке вырастила местная жительница Альбина Попова. Моему саду 9 лет. И, как у любого садовода, у меня появились излишки, которые не поднялась рука выкидывать куда-то на контейнер или выпалывать. Я сначала начала осваивать полисадники. Когда закончилось место на моем полисаднике, я попросила разрешения посадить у соседей. Соседи говорят, ну ладно, сади. Потом мне захотелось какой-то системности. И вот уже три года единомышленники со всего города. Зеленяют политехническую, считая улицу своим домом. Выходят на посадку ежегодно в одно и то же время – с 20 апреля до 5 мая. Пока дерево еще спит, то есть на нем уже есть почки, но листочки еще не распустились. Конечно, усталость, она есть после этих работ. Но то, что получаешь, какие эмоции, знаете, это ни от какого там алкоголя не получишь, потому что это вот оно натуральное. Это наша, вот эта вот первозданная природа, это наша суть. Человека всегда тянет к земле. Человек всегда стремился, да, как-то облагородить свое гнездо, где он живет. И поэтому деревья возле домов – это не трудно сделать. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». 1945 победных километров предлагают пробежать Благовещенцы. Акция, которую городское управление по физкультуре и спорту приурочило к юбилею победы в Великой Отечественной войне, стартует 1 мая. Она будет проходить в формате онлайн-марафона. Желающим в нем поучаствовать нужно в любой день с 1 по 9 число пробежать любую дистанцию. А зафиксированный на спортивных часах или трекере телефона результат сфотографировать и выложить в Инстаграм под хэштегом «Победные километры». Те, кто пробежит самое большое расстояние, организаторы акции обещают поощрить памятными призами. Итоги марафона подведут 9 мая. Все остальные спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, а их в Преамуре запланировано свыше 370, из-за эпид-обстановки перенесли на более поздние сроки. Хореографическому ансамблю «Ровесники» исполнилось 53 года. По традиции, участники отметили день рождения коллектива концерта. В силу определенных обстоятельств он прошел в режиме онлайн. Видеоотчеты выступлений танцоров разместили в Инстаграм-аккаунте ансамбля. «Ровесники» отметили. Готовились к празднику долго и серьезно, а потому провести концерт все же решились, пусть и в режиме онлайн. На страничке в Инстаграм можно найти с десяток видеозаписей танцев, как от действующих участников, так и от выпускников. Сегодня в коллективе занимается более 450 детей в возрасте от 4 до 18 лет. За полувековую историю ансамбль дал около 5000 концертов. Это все, о чем мы успели рассказать. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш ватсап, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго, оставайтесь дома, встретимся в эфире. Северо-западный ветер в порывах будет достигать 11 метров в секунду. Днем он сменит направление на северное, усилится. Воздух прогреется до плюс 14 градусов. Набегут облака. Вечером малооблачно, похолодает на 3 градуса. Едва заметный западный ветер. Ночью он подует немного сильнее. Плюс 7, звезды не разглядеть из-за плотных туч. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Преимущественно 746 миллиметров ртутного столба. Позаботьтесь о своем здоровье. Дома лучше. Здесь, в Педуниверситете, в прошлом институте с 1952 по 1956 год, на факультете истории училась Валентина Николаевна Меркулова. После его окончания 52 года проработала учителем, 25 из которых завучим и директором школы. Только вот ее история началась гораздо раньше. Валентина Николаевна Меркулова родилась в 1931 году в поселке Булгаковской Орловской области. Когда началась война, она успела закончить только два класса начальной школы. Поселок без боя захватили фашисты и началась страшная жизнь. Немцы грабили, били. В Москве юноши и девушек угоняли в Германию и при этом отбирали голубоглазых и белокурых, чтобы пополнить свою нацию. Окупация длилась два года, а весной 1943-го всех жителей поселка погнали в Германию, а дома сожгли. Маленькую Валю с ее семьей пригнали в Белоруссию, а они целых четыре года были там узниками. Только в 1944 году они вернулись домой. Всего в поселке было 16 семей, которые трудились с утра до ночи. Правительство им дало указания, сколько нужно вспахать, сколько посеять, сколько сдать молока. А Валю попросили носить почту председателю сельского совета два раза в неделю, а это было два километра от села. А еще Вале часто приходилось воронить землю. Для этого использовали валов. Она всегда боялась, чтобы животное не отдавило ей ноги. Когда работала, всегда пила песню. «По дону гуляет казак молодой». «По дону гуляет казак молодой». И вдруг вот тут объявляют, как сказать, никакого самолета не было, ни радио, никто. А из сельсовета пришло как телеграмма, что война закончена, объявлен мир. Но тут все вышли на улицу, и стар, и мал вышли на улицу. Плакали, и ужас какой-то. Радости такой, чтобы и радость-то была, но плакали у всех. Радости такой, чтобы и радость-то была, но плакали у всех. Радости такой, чтобы и радость-то была. Радости такой, чтобы и радость-то была. Радости такой, чтобы и радость-то была. Субтитры создавал DimaTorzok